В ходе рабочей поездки 3 апреля в Баткенскую и Ожскую области глава страны Садр Джапаров ознакомился с проектом по строительству промышленных, торговых и логистических предприятий в городе Баткен. По постановлению правительства под промзону трансформирован земельный участок в почти 173 гектара. На сегодняшний день 19 индивидуальных предпринимателей уже подали заявки на открытие предприятий на этой территории. В ближайшие годы планируется открыть 28 новых предприятий, где будет создано более 2000 рабочих мест. Сейчас уже идет строительство текстильной фабрики, завода по переработке абрикосов, логистического центра для хранения фруктов и дробильного цеха. Встретился президент Садр Джапаров и с памирскими каргызами, которые переселились в Валайский район. В сельском округе Талдысу для них построили новые дома. В село Талдысу переселились и те памирцы, которые ранее приехали в Нарунскую область. Для них построили 11 домов. Сейчас тут живут 17 семей. Им регулярно оказывают помощь как продуктами, так и бытовыми принадлежностями. В новые дома памирцы переселились в ноябре прошлого года. Сегодня памирские каргызы благодарны властям за оказанную поддержку. Мы очень рады. Здесь хорошие условия. У нас на памире такого не было. И правительство, и местные жители нам помогают. Теперь у нас только одна просьба – привезти остальных наших родственников, которые в данный момент проживают на памире. Участок для переселения оставшихся на памире этнических каргызов уже подобран. С проектом строительства жилой зоны ознакомился президент Садыр Джапаров, который отметил, что намерен переселить оставшихся афганских каргызов на родины до зимы текущего года. У государства есть для этого и силы, и средства. Садыр Джапаров Спор в их обучении делается на азбуку и родиноведение. Глава государства провел беседу с памирскими каргызами, где выслушал их проблемы и нужды, отметив, что очень важно создать условия для комфортной жизни памирских каргызов. Тяготы памирских каргызов постоянно беспокоят мои мысли. Желание полностью переселить их на историческую родину было у меня давно, и теперь я намерен реализовать эти намерения. Вы должны жить в полноценных условиях. Данный вопрос будет под моим личным контролем. Мы окажем помощь и выделим средства для обеспечения переселенцев теплом, электричеством и другим необходимым. Памирские каргызы передали главе Кыргызстана свое обращение, выразив благодарность соотечественникам за теплый прием и помощь в обустройстве на новом месте. И с благодарностью напомнили, что в свое время Садыр Джапаров, будучи парламентарием, выступил одним из авторов закона о государственных гарантиях этническим каргызам, возвращающимся на историческую родину. Благодаря чему спустя годы у этнических каргызов Памира появилась возможность переселиться в Каргызстан.